И новые подробности ночного взрыва в центре Одессы. Пострадавшим оказался директор охранной фирмы Андрей Бабенко. Мужчина работал на крупного бизнесмена Романа Купера, которого местные активисты обвинили в создании монополии и криптоимперии. Все детали знает Любовь Купкла. А у вас окна сюда выходят? Да, у нас сюда и кухня, и балкон. То есть у нас на балконе даже остатки от автомобиля, от обчасти. А деситка Инна Бородина находилась у себя дома, готовилась ко сну, когда около полуночи услышала мощный взрыв. Мы уже почти могли спать, и сильный взрыв просто разорвал пространство. Выскочили у нас здесь, машина стояла под домом. Это страшно. Взрыв был настолько сильным, что у местных жителей вылетели окна. В квартирах осыпалась штукатурка. Как выяснилось, взорвалось припаркованное у ее дома авто. Муж выбежал на улицу, я оставалась на балконе. И тут очень быстро, оперативно приехала скорая, пожарная, милиция. Видели, какое насилие пострадавшего. Пострадавшим оказался некий Андрей Бабенко, директор охранной фирмы «Самсон». А в прошлом – милиционер, который в 2017 году обвинялся в насилии по отношению к правоохранителям. Подозревают, что принимал участие в столкновениях с полицией на таможенной площади Одессы. Вчера около полуночи Андрей с женой, детьми и в сопровождении охраны приехал домой. Свой «Мерседес» припарковал через дорогу. Когда же люди заходили в парадное, сработало взрывное устройство. По словам полицейских, бомбу заложили в машину с ирландскими номерами, которую специально за пару часов до этого оставили в входа в подъезд. Машина уже здесь стояла припаркованная. То есть это не наша, не местная. А как давно она здесь стояла? Уже пишут туда три дня там стояла и так далее. Нет, нет. Она три дня здесь. Я ее не видела. После обеда она появилась. Вот вечером в девять часов мы выходили на прогулку. Она уже стояла и, наверное, была уже заряжена. Сам потерпелый доставленный до лекарственного заклада, где ему нужна медичная помощь. Ему жизнь и здоровье ничего сейчас не загрожает. Как выяснилось позже, в бомбе были осколки и шарики. При этом взрыв был прицельно направленным. Звычайно, все версии, которые разведают следствия, опрацовываются, выучаются. На жаль, официальная заборона от следствий. Надо давать какие-то комментарии, стоято деталей и обставления этого инцидента, а также про стан здоровья потерпелого человека. Тем не менее, самой очевидной причиной ночного взрыва, говорят в полиции, являются бизнес-разборки. Как известно, фирма Бабенко занималась охраной крупного одесского бизнесмена Романа Купера. Но вот сам Купер, как оказалось, был замешан в скандале. Он занимается криптовалютой, за что местные активисты обвиняют его в монополии и создании криптоимперии. Сколько тебе заплатили? В конце мая офис Купера пытались взять штурмом и забросали яйцами, после чего он и нанял охранную фирму Андрея Бабенко. Послужил ли конфликт причиной взрыва, пока выясняют правоохранители. Но уже говорят о возможном покушении на убийство. А тем временем, лидер активистов Марк Гордиенко заявил, они здесь ни при чем. Любовь кукла и Андрей Анастасов. Подробности телеканал Интер.